Ой, где-то есть. Вот. Наверное, преобразовалось. Абрис Ctrl-Shift-Q. Вот. И мы видим, что был абрис. Ctrl-Shift-Q. И он становится объектом. Вот так вот. И здесь то же самое. Ctrl-Shift-Q. А что это у нас за объект такой? А, это какая-то тень. Если мы ее удалим... А, ну да, это какая-то тень. Ух ты. Да, сложно, но нарисован логотипчик. Так, тогда... Нужно нам все вот это дело. Так, абрис вот здесь. Это, это. Я крашу в другой цвет, чтобы видеть, что у нас выделяется. Ага, вот до сих пор. Ага, не то. Вот. Так, да, все выделили. И Ctrl-Shift-Q. Вот. Отлично. Теперь это у нас заливка без абриса. Ага, вот объединяю. Ладно, сгруппируем. Опять не получается. Что за фигня? А, тут еще внутри что-то есть. Ёпп, RST. И тут внутри есть. Ох ты же, боже мой. Так, сделаем все. Контур. Какой тут ужас творится. Да, очень странно, видимо, поведет себя этот файлик на гравировке. Но будем надеяться, что будет все хорошо. Так. Это можно удалить. Это можно удалить. Ага. И здесь. Ага, вот. Это еще надо поисключать. Откуда у нас появился красный цвет? А красный у нас абрис. Так. Вот без... Ух ты. Вообще это все можно удалить. Вот так вот. Мусора кучу, конечно, в логотипе. Интересно, как он рисовался. История этого развития. Вот тут мы делаем исключение. И у нас контур вроде есть, но пропала фигурка. Нужно сделать обращение фрагментов. И все вернется на место. Это исключаем, исключаем, исключаем. То же самое обращение. Лучше это сделать сразу, чтобы потом не бегать по файлу, не выискивать все эти косячки. Непонятно, почему это происходит. Кто относительно чего обращен и зачем это вообще в короле сделано. Если кто-то знает, может быть, объясните. Я пока логике особо как-то не заметил. Ну вот каждый раз что-то обращение. Так, 1. Опять. Ну вот что такое. Почему? При исключении оно вот так происходит. О, а здесь нет. А здесь да. Чудесный корол. Так, эти узелки, я думаю, вообще можно все удалить. А это из этого вырезать, да? Ух, тут еще что-то лежит. Ёпарас это. Так, вырезать. Ой, что же тут происходит-то? Так, а оно вырезано, а это просто кусок. А тут вырезано. Ух ты ж, веселый файл. Так, это мы удаляем, а вот это исключаем. Удаляем, а следующий исключаем. Обращение. Упс. Вот прелести горячих клавиш. Все делается, в принципе, довольно-таки быстро. Клавишей пробел очень удобно переключаться. Так, вот так. Обратно на инструмент выбор. То есть, какой бы инструмент ни был выбран, нажимаем пробел, и у нас выбран курсор. Так, это удаляем. Нет, вот это удаляем, а это исключаем. Так. Это удаляем, а это исключаем. Ага. И обращение. Так, здесь у нас то же самое. Так, так, так. Обращение. Так, и здесь что-то. Вот как-то так. Я надеюсь. Все. Так, надо бы это все пообъединять, наверное. Зелененькое. Зелененькое. Так, смотрим. Даем цвет. И убираем контур. Выглядит отлично. Объединили. Объединилась. Хорошо. Буквочка B. Вот это трэш. Это у нас что за цвет? Ага. Зеленый. Так, вот с этим черным объединить, я так полагаю, надо, да? И вот с этим черным объединить. А это из этого исключить. А это обернуть. И вот это обернуть, да? И вот это. Все. Красим в черный без контура. Вот такая B. Получилось B. Так, смотрим. Все в черный цвет, без контура. И у нас что-то произошло тут опять. Ага. Что-то тут. Опять какое-то наложение. Давайте исключим. Это исключим. Да, вот. И это исключим. И опять пропало. Все. А, вот тут вот еще пипка. Ее исключим. Она у нас пропала. А, тут еще что-то лежит, да? А тут, оказывается, она не так уж и пропала, да? Джин Бим формула. 75-й, 75-й, 95-й год. Ух ты. Так. Ну вот какая форма была в 1795 году? Тогда же технологии были вообще капец. Древнейшие. Степень очистки была ужаснейшая. Это ж пойло было вообще просто капец. Так, ну что ж, еще раз попыточка все покрасить в черный цвет. Контур убираем и группируем. Да? Ох, надеюсь, вот этот весь трэш станок нормально воспримет и как-то, как-то более-менее отгравирует. Да, окей. Так, уменьшаем. И в общий списочек. Так, далее. Глен Фидич. Я так полагаю, что можно... Это у нас контур. Сразу отправим его. Ctrl-End кнопочка на задний план. А этот светлый контур удалим. Может, этот? Нет, уже сильно, да? Это, я так полагаю, дырки. Поэтому нужно исключить это, исключить из этого. Так, отлично. А все остальное покрасим в черный цвет. Черный цвет и без их. Ха-ха-ха. Вот что у нас произошло. Так, почему? А, тут то же самое получается. Да, контур у нас дан всего лишь линией. Нужна нам гравировочка. Поэтому просто зададим контур. Так, логотип у нас будет размеров 15, наверное, 14 в высоту сантиметров. Где-то вот так. И сейчас... Ох ты, что это тут такое произошло? Что-то тут у нас лежит. Да, что-то тут у нас лежит. О, лошадка обнаружилась. Да. Вроде больше ничего нет. Так, если это контур, зададим ему толщину. Ну, пускай... Ну, полтора. Чтобы было три десяточки. Не очень широкая линия будет. Ну, как раз отлично. Разъединяем и объединяем. Получается у нас... Ага. А что у нас получается? Почему так? Так, смотрим. А, стоп. Контур, контур, контур. А, стопе, стопе. Вот что у нас происходит. Вот мы дали контур. Сейчас мы его сделаем супер тоненьким. И увидим. Вот, да, наш контурок. И нам нужно не объединить, а исключить. Вот. Одно из одного, чтобы получить просто вот такую ленточку вокруг. Всё. Это мой косячок. Не то действие выполнил. Так. Опять же, всё выделяем. Красим теперь. И без этого. Да, отлично. В принципе, да. Может быть, вот этот... Нет, темновато получается, да? А если ему контур дать две десяточки внутрь? Внутрь, внутрь, внутрь. Три. Так. И исключим. Что у нас получится? Упс. Вот такая штука получилась. Не, маловато. Три десятки. Один. Вот, да. Немножко серединка стала светлой. Ну, потому что, мне кажется, очень много чёрного. И темноватый будет логотипчик. Да, окей. Глинфидич. Эр. Всё. Да, всё, окей. В принципе, готово. Готово. Да, давайте приведём логотипчики все в размер. Примерно 135 по высоте. Так, 135. Давайте загруппируем. Джеймсон, 135. Ох ты, какой огромный. Ни нам такой не нужен. Даже 220. Вот так. А этот 135. А этот 135. Так, Whitehorse. Whitehorse нужно немножко дорисовать. Вот он, такой вот логотипчик Whitehorse изначально. Whitehorse. Fine Old. В принципе, я думаю, что не столь существенна эта надпись. Поэтому шрифтик можно подобрать в Fine более-менее примерно похоже. Так. Fine Old. Ну да, как-то так. Италика здесь нету. Не беда. Немножко он разрежен. Берём инструмент форма и растягиваем вот так вот. Чик. Вот буковки вот такой высоты. Растянем вот так. И наклоним. Ну и для солидности можно дать совсем тоже небольшой контурок. Одну десяточку применить. Внаружу. Ой, снаружи. Да, одна десяточка. Надо размерчик побольше просто сделать. Да, вот так. Всё. Есть. Whitehorse. Примерно так. Fine Old. Примерно вот такого размера. Чик. Готов логотип. 135 по высоте. Нет, 22 по ширине. Опс. И группируем. Чтоб логотипчик не разбежался. Так, teachers. Teachers Blend Scotch Whiskey надо писать. Так, это у нас по-моему даже один объект. Мы его уже подправляли. Приведём его к размеру. Ну, чтобы рисовать уже сразу в нужном масштабе. Teachers, да. А вот эту R, ну, так как это один объект, как можно отсюда быстренько выдрать кусочек? Мы вот эту штуку выделяем. Зажав клавишу Alt делаем Ctrl-X. То есть мы вырезаем в буфер обмена и Ctrl-V вставляем. И вот наш объектик стал отдельным объектом, который мы уже можем двигать соответственно независимо. Ну, а если просто чуть-чуть подвинуть, то можно естественно просто вот так вот подвинуть. Допустим. Так, ну и снова давайте присоединим это к этому. Объединяем. У меня объединение на клавише D нажато. Это то же самое, что вот тут вот на панельке сделать. В 19-й версии, кстати, это называется слияние. Ой, точнее 21-й версии в 2019-й Coral. Так, Blended Scotch Whiskey. Примерный шрифтик нужно подобрать. Blended Scotch Whiskey. Whiskey. Вот так тут написано. Ой. Fiskey. Вот. Шрифтик. Может быть, Кандара нас спасет. Кандара, Кандара. Если ее сплюснуть, так, при этом, так, попробуем сделать сейчас. Так. Мы ее сплюснем, но растянем. Ого! Практически совпало. То есть, можно еще доплюскивать и чуть-чуть растягивать. Ну вот, примерно вот так. Ага. И нет, все-таки уже длинновато, да? Вот. А здесь, возможно, просто двойной пробел стоит. О, точно. Ха. Ну, давайте разобьем это все на отдельные слова и каждое слово отдельно подровняем. Вот. Как-то так. И все это дело объединим и зададим контурок. Посмотрим, что одна десяточка даст. Можно даже делать 15. Ну, вполне разъединяем и объединяем. Тык. Так. Я думаю, что... Я думаю, что... Так. Куда пропало? Вот. Красим в черный цвет и без контура. Все отлично. Можно даже, в принципе, это дело объединить. О, 23.00. Я слышу на улице салют бабахает. 220 по ширине. Вот так вот. Тичерс готов. Так. Нам нужен... Так. Чивас регал. Посмотрим. Да, он у нас готовый. Делаем его по размеру 220. Наверное. Да, 115. Так. Джонни Волкер. Джонни Волкер. 220. Джонни Волкер. Keep walking. Продолжайте двигаться вперед. Да, ну, конечно, к сожалению, под бухлишком двигаться вперед ровно не всегда удачно получается, поэтому двигайтесь вперед без бухлишка. А с бухлишком делайте маленькие передышки. Так. 220. Канадин Клаб готов. Волон Тайс. Волон Тайс 220. Так. Волон Тайс готов. Так. Сохраним. Не забываем про сохранение периодическое. Ибо помогает и вручает. Так. Диварс есть у нас вот такой логотипчик. Это лишнее. Так. Все остальное давайте попробуем покрасить снова же. Зелененький. Ага. Вот и пропали у нас беленькие части. А беленькие части у нас видимо беленькие, да? Или какие они тут? Так. И вот так. Да. Вот они у нас беленькие. Они беленькие. То есть что нам нужно сделать? Нам нужно белые части исключить из этого задника. Вот так. Да? Верно? А это потом приклеить к этому. Не, не так. Приклеить. Неправильно, да? А что у нас тут происходит? Ах, тут еще что-то есть. Ох, ты же, боже мой. Так, это есть. А тут у нас еще какой-то... А, еще какой-то элемент. Зачем-то, да? То есть в принципе тут все можно удалить. Так. То есть эту часть удаляем. Еще тут кусочек удаляем. Зачем так это нарисовано было? Ну, да, ладно. Отлично. Упс, не то. Ctrl-Z не забываем про клавишу. Отменяет последнее действие. поэтому экспериментируйте, пробуйте. Всегда можно отменить все, что вы тут натворили. Эрка от кого-то пропала. Ну, я думаю, она нам не нужна. Не критично. Так. The Wars и тут я думаю... А, тут все окей. Вот тут нормально, а там нет. Снова выделяем весь объект, красим в какой-то цвет. без контура. Да, все окей. Объединим. Объединило все отлично. Значит, и будет хорошо гравироваться. Так. Нам нужна надпись True Scotch, потому что нам нужно сделать точно такой логотипчик и нарисовать вот такую вот кракозябу. Кракозябу. Так. Давайте с отрисовки кракозябы. Я люблю рисовать инструментом B-Spline. С любой точки просто берем и повторяем силуэт. Чтобы делать острый угол, нажимаем клавишу V и клик. И у нас образуется острый уголок. готово. так. Вот такая штука у нас получилась. Теперь эту штуку нам нужно три раза прокрутить вокруг вот этого места, я так полагаю. Ну и, соответственно, прокрутить нам нужно ее на 120 градусов. Давайте вызовем панельку преобразовать, вращение и напишем здесь угол 120 градусов. Ага, копии-то ноль, а нам нужна копии две. Вот, такая вот получилась загогулинка. Теперь давайте сделаем ее только контуром, для того, чтобы понять, как и что мы будем отрезать. как мы сделаем. Зададим контур, допустим, один миллиметр. Да, отлично. А, ну и сразу разъединить. То есть, контур и сразу разъединяем. Контур и сразу разъединяем. Теперь нам нужно, смотрите, вот эта фигурка. Так, давайте контура все покрасим в разный цвет, чтобы не запутаться. так, вот смотрите, наша фигура идет, пересекается синим контуром, обрезается и здесь она синим контуром отрезается. Значит, мы смело из этой вот фигурки делаем исключение и у нас получилось вот уже обрезка готова, да, синенькая раз, отлично. То же самое делаем дальше. Вот эту штуку исключаем вот этой штукой. не сюда, значит, вот сюда. Вот такая кракозяба получилась. Ну, и осталось нам разрезать вот здесь. И вот такая кракозяба получилась. Одинаковая, красивая, ровная и главное, что симметричная. Подгоним под размер. Какой у нас тут размерчик можно взять. Спрашивали у меня недавно, как померить размер. Ну, размер есть вообще инструмент, называется параллельный размер, можно мерить, но мне почему-то нравится мерить просто прямоугольником. Рисуется прямоугольник и смотрятся его габаритные размеры. Так, смотрим, 80 миллиметров, соответственно, давайте сделаем вот эту штуку 80 миллиметров и перенесем к ней вот этот логотип. Так, в принципе, я бы сделал надпись чуть-чуть побольше. Вот так будет нормально. Так, ну и давайте напишем true скотч. true скотч. True скотч. True скотч. Bold. Так, зелененький. Вот. Немножко не тот шрифтик. Тут он какой-то более круглый. Кто мне может подскажет какой вот такой шрифтик с круглой букочкой С. Так, ну или давайте я быстренько пробегусь. Так, есть у меня программка называется TheFontSync. Так, вот такая вот программка и можно ей быстренько смотреть шрифты. Давайте делать true скотч. True скотч. и вот так вот можно листать и смотреть и сравнивать. Сейчас подгоним, чтобы было удобно смотреть. Вот. И ищем самый главный критерий это вот такая круглая букочка С. Ну вот почти, почти не то. Вот похоже что-то. Это это, но С немножко не похоже. что у нас тут. Вот такой вот огромный список установленных шрифтов, которые половина-то и не используется. Да какая половина? Вообще большая часть не используется. Просто разово как-то устанавливается и постепенно все это накапливается, накапливается. Во, смотрите. Трускотч. Но Эска не такая. Эска не такая. Ну вот это уже получше. Но тоже не то. Вот 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 этот наверное ближайший shift будет вот как human да human запомним его. шрифтик human скотч 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 ну вот нету идеально такого шрифта да естественно запись стрима будет стримы автоматически на вконтакте они доступны моментально после записи о нет цене такая не нравится мета цеп здесь немножко на другая здесь немножко на другая скотч скотч тоже немножко не то да его ровный кружочек давайте что же попробуем шрифт human human да ну более более то что здесь нам нужно я думаю что подойдет так тут у нас что было тут нам нужно нарисовать симметричную стричку вот как это можно сделать берем рисуем прямоугольник вспомогательный вот эта верхняя грань будет являться осью симметрии и инструментом basspline мы просто рисуем один контур вот вот так вот даже можно его не замыкать далее берется инструмент интеллектуальная заливка и вот так вот заливается зажав клавишу control да пожалуйста конечно же смотрите стримы в записи всегда доступна запись в любое время можно посмотреть ну и вот получили такой вот объектик то же самое с control отзеркаливаем делаем еще один вместе объединяем и объединяем вместе с текстом и клавишей c центрируем ну так уже для красоты так ох а у нас тут еще science надо написать да так science sinc 1846 чуть-чуть поменьше шрифтик да вот так вот сделаем тоже выделяем клавишу c центрируем по горизонтали нам этот логотип теперь не нужен мы его отнесем в готовое это потому что ужасный растр у нас красивенький вектор так теперь покрасим все в черный без контура так сгруппируем и все выделим и нажмем клавишу c вот так вот она у нас подравнялась хотя верхний логотипчик стоит по тому логотипчику оставим его на этом месте поэтому сгруппируем чтобы его заблокировать и вот это выровняем по вот этому все есть логотип размер 135 по высоте окей есть далее далее ого все мы сделали все что было подготовлено векторное так у нас остались еще вот такие вот логотипы ну что ж давайте посмотрим с файлик этот даст нам скачать или не да юхэв ричард download limits да вот так вот гушмилс не дал нам скачать так world вектор лого а здесь мы искали по-моему да так гушмилс уж милс да тут мы искали его здесь нету так ну что ж давайте искать теперь нету у нас этих векторов так джек дэниелс у меня есть у меня есть надо только вспомнить в каком файлике он лежит так болвение давайте просто пользоваться теперь гуглом бренд фолдер тут нету да а тут что-нибудь болвение ну давайте попытаем счастье болвение да нету а что тут хоть есть нету ничего так попробуем растр как видите качество хреноватенькое поэтому для трассировки перерисовывать все это дело все эти шрифты конечно можно но это дело такое неблагодарное поэтому давайте искать растр в хорошем качестве ишь так идем на google black dog скотч виски так black dog лого ха ха естественно таких логотипов будет о отлично 1024 на 768 во и мормышка здесь в хорошем качестве копируем эту картинку удаляем а какую-нибудь копированную вставляем ну да недавно она лучше ну мормышку мы перерисуем остальное я надеюсь трассирнется так попробуем трассировка абрисом изображение низкого качества так детальность максимум цвета цвета у нас нужно только три допустим два о два цвета окей ну и смотрим теперь давайте что нам выдала автоматическая трассировка в принципе в принципе для логотипа вполне нормально конечно можно вот эти так разгруппируем и давайте почистим ух ты ух ты ух ты как немножко кривоватенько так приведем его в размер 22 сантиметра 220 и посмотрим какой фактической высоты буковка это будет эта буковка будет в принципе 4 миллиметра она будет норм но мормышку мы перерисуем так а вот это нам нужно немножко почистить идем в режим форма и просто все вот эти узелки которые кривят так здесь окей здесь окей в принципе более-менее отлично трассировалось выделим вот это дело объединим ух ты куда-то все пропало почему потому что есть у нас серединки серединки нужно их удалять их не так уж и много вот тут пропала буковка так ну давайте как нам ее быстренько вернуть в принципе элементарно нарисуем кружок и интерактивной заливкой интеллектуальной заливкой интерактивная заливка немножко наверное не так работает зальем эту педальку и отразим ее наверх чик чик объединим все ножку мы вылечили добрый доктор айболит ножки всем он залечит ай-яй-яй-яй да бывает такое когда пользуешься инструментом интеллектуальная заливка тыкнешь вне объекта и когда много-много логотипов таких о тоже коралл конечно призадумывается так black dog отлично так нам нужно нарисовать мормышку приближаем ее и инструментом b-spline повторяем ее контур конечно можно было бы этого не делать но вот хочется мне нарисовать красиво трассировкой конечно так не сделает сейчас наверное только ждем не дождемся когда же наконец-таки сделают доступный трассировщик на каких-нибудь нейросетях чтобы распознавал все вот эти вот закорючки все четенько прорисовывал автоматически вот будет здорово в принципе с развитием нейросетей я думаю что не за горами будет это чудесное время когда появится наконец-таки кнопочка сделать красиво пользователь накалякает что-нибудь вот здесь красненькая пятнышка вот здесь зелененькая и кнопочка сделать красиво вот тогда дизайнеры будут счастливы так покрасим все в красненький чтобы было видно что мы нарисовали а что нет и продолжаем дальше обводить вот так какая-то рыболовная снасть я не рыбак удочка конечно есть но без фанатизма к этому делу отношусь хотя есть конечно же люди такие которые очень сильно увлекаются ну я даже конечно у каждого человека своя голова и свои увлечения кто-то медитирует вот такими вот отрисовками в короле ну а кто-то медитирует сидя с удочкой и глядя как дергается поплавок так вот осталась такая у нас чудо-конструкция чудо-конструкция ой-ой-ой-ой так 1200 1100 1100 вот так чуть-чуть отдалим и поехали рисовать так ну тут можно произвольным образом потому что она будет уже очень мелкая по размеру здесь уже не столь критично все это вот вот такой своеобразное художество ха-ха-ха так здесь давайте продолжим сюда я думаю ничего страшного не произойдет вот такая штука и вырежем вот такие вот объекты из этой фигурки раз выделяем теперь их это и исключение и что у нас получилось так ну и тут какая-то крокозяба типа вот так все вместе теперь можно выделить и объединить и вернуть вместо трассированного ужаса ну в принципе тоже не ужас нормально была трассировочка для гравировки в подошел в принципе подошла бы но говорится дело 5 минут зато будет уже красивенько black dog скотч виски опять же все вместе объединяем смотрим красим в черный цвет заливочку все окей 22 сантиметра размер есть готово так это у нас растер растер у нас идет в отрисованное так давайте вот этого олейника отрисуем да попробуем найти хороший хороший растр jagger meelter так и напишем jagger meelter logo есть есть тут инструменты и можно задать размер вот точнее не здесь а вот здесь вот размер и больше чем 2 мегапикселя отлично вот так немножко не такая ну мы нажмем вот такая 500 на 300 нет мелковато вот да похоже да похоже картиночка отлично сохраняем ее или или просто копируем или просто копируем так скопировали вставили в принципе давайте трассер рнем по-быстренькому чик я думаю что будет отлично так настройка подетальней удалить задать цвет и удалить вот этот белый этот белый не совсем белый 2 почему не белый удалить вот этот цвет о либо этот либо этот но цветов 2 так а если сделаем 3 3 цветов 2 что у нас тут происходит слить соседние так ну ладно почистим мы его потом отлично гравируется ой гравируется трассируется так смотрим разгруппировываем CTRL U и погнали смотреть что у нас тут какой мусор то есть можно вот так сделать контур черненький а заливочка серенькая и мы сразу видим что нам нужно удалить вот так можно попробовать пойти другим путем но для этого лучше файл скопировать и перенести в чистый файл в чистый документ чтобы ничего левого не было и что мы можем сделать мы можем воспользоваться поиском правка поиски замена нам что нужно сделать ой найти объекты найти объекты да добавить запрос ух ты как в девятнадцатом это все сделано так хорошо типа объектов пофигу нам нужно однородная заливка так окей однородная заливка а а где ее выбрать хо-хо так настройка настройка так а вот однородная заливка а вот тут выбор вот в девятнадцатом корле поменяли так и выбираем однородная заливка нажимаем берем пипеточку и тыкаем так стоп стоп но сейчас вот так вот вот тут у нас спрятаем спрятаны белые кусочки поэтому вот сейчас мы копируем сюда вставляем нажимаем однородная заливка изменить запрос однородная заливка и давайте приблизим сразу так и изменить запрос однородная заливка и здесь пипеточкой кликнем на белый цвет окей все выбрали так найти все нашли все вот теперь у нас по нашему поиску выделились все беленькие объекты ну вот как видите вот все вот это вот выделилось и так как мы нажали найти все оно у нас все выделилось и мы можем нажать кнопочку delete и все за один присест удалится все этот логотип выделяем объединяем отлично нижнюю часть выделяем объединяем отлично все копируем отсюда вставляем вот сюда это можно удалить а это приводим к размеру я так полагаю что двадцать двадцать до двадцать так готово это в готовое так дальше пойдем по нарастающей возьмем вот это простое болвение 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 о отлично опять же выбираем инструменты размер чтобы была картинка побольше качеством 2 мегапикселя так нам нужно сингломолт скотч виски болвение просто и с этой вот закорючечкой о отлично отлично ой не туда копируем картинку вставляем в кору так нижняя часть нам не нужна поэтому отрежем только то что нужно вот до сих пор так посмотрим как оно у нас трассернется в режиме черно-белый один бит окей ой так режим черно-белый один бит и выберем джарвис джарвис окей теперь выбираем трассировка изображение низкого качества сохранить исходный размер так посмотрим возможно придется трассировать немножко в два этапа потому что текст и закорючка снизу разной детализации чтобы получилось все качественно возможно и не придется так окей окей вполне я думаю норм это не нужно а это разгруппировываем так давайте сразу приведем в размер 220 возможно так и тоже контур темный заливка светленькая вот и тут объектов мало поэтому можно просто вручную их поудалять так simple mode и вот здесь это объединить здесь конечно ай-яй-яй ну что ж давайте нарисуем красиво нарисуем красиво best planet здесь у нас вот такая вот будет закорючка так а здесь у нас и сразу же даем даем ей контур 1 мм много 0,3 разъединяем центральная линия нам не нужна можно ее убрать да так теперь нам нужно нарисовать нижнюю часть то же самое берем best plane и рисуем вот так вот теперь прямоугольничком по линии симметрии давайте вот так вот шахнем вот так и вот так так ну это мы шахнем потом в конце сразу все вместе а хотя в принципе тут же все да отрежем эту фигурку с этой месте объединим и вот от этого отрежем это от этого тоже отрежем вот получилась вот такая фигурка в принципе ой вот этот мусор тоже можно пока отрезать здесь нарисуем ровненький шарик с центром вот на этой линии вот так да ну а здесь мы нарисуем прямоугольник вот от сих и вот до сих и протянем его опс не так вот его вот до сих пор отлично и объединим вот к этой фигурке эти узлы можно просто ой удалить вот так окей кружок нам нужно тоже отрезать по вот этой высоте отрезаем и присоединяем сюда готово это отзеркаливаем объединяем и то же самое делаем в эту сторону отзеркаливаем и объединяем и вот вместо такого вот трэша у нас получилось симпатичная закорючка так балвине так отлично отлично в принципе трассернулась великолепно вот что значит в растр в высоком разрешении так это все выделим объединим и это тоже объединим а вот это все вместе сгруппируем в размер она уже есть так сделаем вот так c раз c c вот так так и вот так ой не туда упс тут не сгруппировано так это по верху и вот так чуть-чуть нет нормально было в принципе так 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 вот не сгруппировано загруппировали и немножко подровняю чисто просто визуально чтобы была красивая табличка будет симпатично выглядеть и приятно будет показать заказчику чего я тут нарисовал так готов этот логотипчик перемещается в эту стопочку следующий манки шелдер тоже текстовый логотип манки шелдер манки шелдер лога лога арктик манки манки шелдер манки шелдер трипл молд скотч виски тройной вообще там микс какой-то намешали всякой бодяги и продают в три дорого так ну что ж посмотрим нету ага стоп молд виски а это даже их логотипчик ну я думаю заказчику понравится с логотипчиком давайте трассернем вот эту штуку копировать так посмотрим что у нас произойдет с обезьянками так попробуем попробуем как есть трассернуть что у нас будет сразу сразу у нас получается даже при максимальной детализации в принципе ну давай приближайся что-то так в принципе что-то тут он нарисовал но посмотрим давайте уменьшим количество цветов а 62 нет нам нужно хотя бы пять вот пропала наша эта штука ну мало мало значит цветов 10 опять нету 10 15 о появилась эта штучка да окей а интересно вот это вот неровность она специальная такая да банки да и тут на логотипчике вроде как криво отлично монки шелдер ну и можно конечно же отнесем в сторону конечно конечно растр а это вот это растр а это вектор ну опять же красим серый цвет с темным контуром так можно вот так вот повыделять чтобы вот эту мелочь в принципе поудалять я думаю что она нам погода не сделает лучше все этот мусор поочищать так monkey есть да ну тут тоже всякие контура различные левые так здесь наверно тоже похоже можно сделать прием выделить все вот так вот чуть-чуть не до конца и выделить сверху чуть-чуть не до конца так весь мелкий трэш убрался но чуть-чуть осталось еще почистить то это это так это да да конечно же как-то исправить так стопроцентный ups control z придет на помощь это можно удалить покажу небольшую вам хитрость вот контур в данном случае у нас конечно простой и выделить и удалить его до достаточно не сложно просто можно выделить и удалить но если контур достаточно большой и сложный чтобы выделить весь полностью его сразу зажимаем control shift и кликаем на любой из узлов он сразу весь выделяется то есть если мы нажмем например вот у нашего мы нажимаем control shift и у нас выделяется весь замкнутый контур но не объекта а именно весь контур очень удобное выделение такое то есть можно принципе удалять целые кусочки очень быстро сингл молд луфо миксинг так здесь тоже самое сделаем это удалим а здесь чуть-чуть подправим все есть это удаляем это удаляем это конечно же нужно ну вот хотя бы так это исключение стопы а удаляем так здесь что мы делаем это удаляем это удаляем так так отлично так это удаляем это удаляем принципе здесь можно то же самое выделить практически весь объект и удалиться весь мусор так в принципе в принципе норм если еще учесть что эти обезьянки будут эти обезьянки будут 220 маленькие 5 на 5 сантиметров нет надо немножко подправить так совсем уж такие явные моменты где вот такая кривизна конечно же при размере уже 5 на 5 сантиметров лучше подправить иначе это все будет видно некрасиво этот логотипчик у нас 4 миллиметра давайте впишем сюда букачку р это же не долго у вас не такую какую-нибудь ну вот такая нормально сразу я контрол q в кривую и запихиваем серединку ну уж тогда наверное кружок надо нарисовать раз пошла такая пьянка как говорится режь последний помидор три десяточки нормально разъединяем исключаем и получаем бублик ops а почему так происходит а объединяем но внутри дано есть потому что опять же опять же обращение обращение фрагментов все готово манки шелдер банки шелдер объединяем 100 молд объединяем и макаки у нас вообще единым объектом все все вместе группируем и покрасим в черный цвет вот так это будет выглядеть до гравировки отлично а поехали дальше какую-то малую активность господа вы проявляете сегодня никаких вопросов не задаете вопросы можно задавать не только по теме но и какие-нибудь немножко отдаленные поэтому не стесняйтесь проявляйте активность в онлайне очень удобно все будет объяснить и рассказать показать так погнали какой рисуем дальше давайте найдем вот этого Famous Groves Groves, Groves, Groves Groves Famous, Famous Groves Logo О, отлично Более 2 мегапикселей есть? Есть В принципе у нас Нам что нужно? Нам нужна надпись и это А кто такой Groves? Интересно как переводится Groves Translate Так, да, Тетерев О, известный Тетерев такой Самый известный Тетерев Так, вот картинка у нас по идее аж 3200 пикселей Только где она? Это картинка в 3200 пикселей Здесь цена у нас маленькая И соответственно Ну погнали на сайт Ага, аю робот? Я не робот Покажи мне картинку Ох Так, Freedom Load Нажимать ли эту кнопку? Так, ох ты Прикольно, да? Ну давайте А, PNG здесь, да? Freedom Load Что он, он скачает Ага, вот такой PNG скачал Ну давайте закинем его в Corel Да, отлично Он прозрачный Да, запись стрима Конечно же Можно будет посмотреть Да, это у нас Отличная В принципе Хорошая PNG-шка Давайте мы ее Опять же Чтобы Она лучше отрассировалась Ну вот сравним Трассировка Сохранить исходный размер И вот что нам даст Такая трассировка Раз В принципе При таком размере картинки Конечно здесь уже Особо Не важно Но нам, смотрите Нам придется мучиться Что-то объединять Делать что-то Поэтому Мне кажется проще Сранее растровое изображение Переизводить В режим черно-белый Вот Инструментом Jarvis Можно задать Ага Вот он как Собака PNG-шка С прозрачностью Не хочет работать Да Ну что ж Ну тогда Воспользуемся уже Этим вектором Все вместе Объединим В принципе Нормально Да Отлично Что можно сделать Можно выделить Все узлы И сокращать число узлов Например на 10 О Смотрим Насколько наш Тетерев поменялся В принципе Узлов стало намного меньше А тетерев практически Не поменялся Будет у нас такой Ну а вот эту надпись Соответственно Нам нужно Опять же Давайте посмотрим Что в ней творится А все в порядке А все в порядке С ней Так как Да Так как PNG-шка была прозрачная Соответственно И Вектор стал прозрачным Ох Нам Фамбус Груз Ну давайте сделаем Вот так 225 см Не маловато Маленькая лога будет Да Поэтому Это объединим Отдельно И сделаем Похоже Будет Выглядит Как настоящий Логотип Птичку Чуть Поболее Вот так Все Есть Высота Как плавает 135 Да Птичку Может поменьше Да Так Высота 135 Вот Группируем Опа Готово Это нам не нужно А этот Отправляется В этот список Так Так Осталось у нас Три логотипчика Блэк Вильвет И Бушмиллс Вот Блэк Вильвет Что-то мне хочется Ставить напоследок Поэтому давайте Бушмиллс Бушмиллс Есть картинка 1800 на 1800 Отлично Ага А тут Что-то у нас Отрезано А она и тут Отрезана Да Так оно и есть Есть Вот такая у нас Картинка И давайте Ее Торсировать Высокого Качества Сохранить Исходный Размер Да Окей Что Все так Замечательно Ну окей Так Разгруппировываем И смещаем вниз Растер Удаляем Ну а вектор Посмотрим Что нам нужно Сделать Вот такой Тут ужас Конечно Творится Но Как это Можно быстро Удалить Вот Выделяем Клавишу Alt Ой Выделяем Нажимаем Клавишу Alt И протягиваем Все что попало Под выделение У нас Выделилось И удаляется Опс Лишнее Так Эх Много-много Мусора Давайте вернем Попробуем Назад Так Вернули Назад И сделаем Торсировочку Ну просто Зададим Поменьше Цветов Деталь Побольше А цветов У нас Поменьше Не нужно Настолько Много Эй Так Стопе Изображение Давайте Низкого Качества Сохранить Вот Не хочет Он почему-то Цвета Регулировать Так Давайте Преобразуем Его Попробуем В какой-нибудь Вот такой формат Так Ну вот Как-то так Посмотрим Что нам Нас Даст И посмотрим Как это Дело Трассир Вернется Вернется Задумался Так Ctrl-U Разгруппируем вот что он сделал конечно много мусора но я думаю что а прикольно будет такой эффект гравировочки в принципе пускай остается так но вот эту штуку может и эта штука пускай остается посмотрим загруппируем ее всю и покрасим в черный цвет без контура так соответственно нам какую-то заливку нужно убрать так стоп разгруппировать и убрать да тут какой-то белый цвет есть да и вот тут он похоже есть да есть этот белый цвет поэтому лучше его удалять поиском то есть мы копируем этот объект в новый файл для того чтобы остальные логотипы просто не мешались потому что мало ли такой же цвет будет где-то что-то удалится не то что нам нужно ну и опять же control f control f что не работает поиск так поиск и замена здесь вот так теперь реализована ну окей как панель ну в принципе может быть даже удобно так выбираем изменить запрос однородная заливка и пипеточкой тыкаем вот сюда окей найти все так нашли все нашли все много конечно мелких объектов думаю думает корову ну что ж неужели так много всего да вот такая вот мега трассировка получилось с тысячами объектиков вот тут опять а вот я кликнул зря кликнул я кликнул потому что он да опять коров задумался уже в который раз сегодня не нравится ему столь огромные массивы мелких мелких объектов конечно пойди просчитай все вот он что сейчас делает он каждую точечку проверяет того ли на цвета или не того и пытается ее выделить давайте попробуем его опять напугать так снять задачу ну что не испугался не испугался так отмена отмена вот новую кору так ну что давайте дуголь 2 откроем корал и теоретически последнюю бэкапную версию он должен сейчас нам выдать вот что-то должен что открыть вот сколько вариантов так этот так тут у нас все есть фамос груз мы нарисовали до остановились мы на этом логотипе это у нас можно сохранить и нет это закрыть не так ну что там у нас думает давайте пускай он там думает может быть одумается а мы пока займемся сохраним этот файлик как какой нибудь резервный просто пока нарисуем чтобы не терять времени другой логотипчик а тот корал пускай пускай думает пускай постоит в углу и подумает о своем поведении так the delmor the delmor буш милсону на всякий случай скопирую эту картиночку сюда еще раз так the delmor о красоту копировать картинку вставить так ну что ж давайте тоже вот тут такая реалистичная картиночка давайте мы тоже тут какая-то даже фотка какой-то по ходу отливка какая-то да режим черно-белый 1 бит черно-белый 1 бит и делаем ну вот так например вот так он нам сделал а что нам даст теперь трассировка изображение высокого качества уменьшить расстроить изображение пускай пускай не так долго думает о одумался одумалась одумался одумался но выделение найти все опять он будет думать ну пускай думает мы вернемся к нашим оленям детальность на максимум и ок так ну что то тут что теперь ты задумался ну да не хватает ресурсов компьютера видимо одновременно трассировать да еще там еще искать что то а что так только что переключился вот так вот вот тот корал взял и подвис и вот бывает такое вот просто хопа и исчез даже ничего не сказал ушел по-английски кору просто так шух и ушел так что у нас тут висит да этот висит запустим еще один окей 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 так как же нам от этой каши избавиться окей раз уж так пошло давайте удалим все это дело вручную вот так раз просто хопа так все выделяем и вся мелочь у нас сама пропадает так и ручка попала и ручку давайте мы объединим то есть это черненькое вот это черненькое объединим и вот к этому объединим так теперь у нас это вот один объект к нему нужно присоединить внутренние серединки и я думаю что нужно присоединить вот эту штуку так вот здесь все присоединило как почистить вот весь вот этот мусорок мусорок можно воспользоваться например кнопочкой ломана линия у меня это f3 стандартная она никакая по моему ну и вот рисуем примерно вот такой произвольной формы объект замкнуть все и исключаем раз все тут подравнялась то же самое здесь можно рисовать например как я бы сплайн ну вот так о ну тут получилась такая штука ничего страшного можно просто ее вот так вот удалить так опять же берем ломаная линия и нарисуем контур замкнули исключили осмотрим тут какая-то вот эта штука вот чтобы избавиться от всех этих штук так f3 опять ломаная линия 1 1 отрезали отрезали и отрезали так ну а тут у нас можно в принципе большой мусор удалить просто вот таким способом а это впрямую вот можно воспользоваться ластиком но на таких сложных объектах я это тоже делать не советую потому что ну очень большая вероятность что коралл вылетит естественно в далекие дали и как вы видели может уйти не попрощавшись забрав с собой парочку часов работы так есть вот тут тут тоже можно принципе взять все и вот так вот точнее бесплатно бесплатно что я перепутал и попробовать повторить внешний контур а здесь внутренний контур исключаем ну более менее нормально здесь можно просто вот так вот почистить ну и вот тут осталось я так полагаю что наверное это будет последняя очистка я надеюсь ой нет если ошиблись кнопочка backspace отменяет последние покликанные узлы так вот так bush mills да в принципе пойдет опа что у нас произошло а а вот так возьмем это дело объединим что у нас будет ну давай да этот мы не сохраним здесь у нас окей здесь мы берем вот эту и вот эту рамочку и сдвигаем в сторону да да левый мусор у нас остается а логотип вроде бы окей надо все таки подчистить еще тут ой ну вообще наверное вот так вот кусками целыми поудалять и оно примерно само выровняется ой не настолько ну вот уже получше так а если мы сделаем вот такую штуку выделим все узлы и нажмем упрощение на десяточку что нам скажет ну нормально у елков стало поменьше в принципе окей все есть копируем и возвращаемся в наш прежний файл вставляем этот весь треш мы теперь удалим это соответственно приводим к размеру 220 нет 135 так все оно у нас сгруппировано еще раз последний раз проверить покрасим в черный без контура отлично сохраняем теперь файлик у нас есть бушмилс идет в эту стопочку сокращением узлов да пользуюсь но там столько узлов столько этих что оно все равно не выровняется нет так дальше есть у нас давайте по закрываем все лишнее нет 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 вот остался открытый один файл отлично все таки за делор за делор копируем эту картинку и трассировка ну посмотрим в принципе что она нам так сразу скажет высокое качество сохранить исходный размер а вот ход выполнения процентов ох а чё же не полоску то убрали не визуальненько долго думает сто процентов так сколько то у нас очень много цветов давайте уберем цветов до 3 что теперь нам он скажет вполне я думаю окей так теперь мы это дело копируем в свежий файлик кнопочка f4 показывает вот так вот нажимаем f4 и она показывает весь документ в размер окна ну это удобно для поиска если вдруг что-то куда-то вставилось не туда так почему она тут это у нас что это какой-то фон так ну вот сейчас от этих фонов и будем избавляться у нас тут есть несколько цветов да вот тут он есть поэтому делаем изменить запрос однородная заливка стоп так вот неудобно однородная заливка зачем такое вот огромное окошко выкидывать на экран когда тебе придется что-нибудь пикнуть туда так и вот туда пик окей окей сделали бы уже здесь прям выпадающий список зачем этот еще деловое окно в это самое здесь вот однородная заливка здесь бы сделали кнопочку чик и пипеточку сразу чтобы было выбирать а так 15 нажатий найти все удалить отлично выделяем все теперь красим в черный и смотрим что происходит а ничего не происходит потому что все окей так берем голову объединяем в один объект нормальная голова и нижний логотип то же самое объединяем в один объект отлично группируем копируем и возвращаем в этот файл это можно все удалить это на все не нужно а файл 135 по высоте да да я надеюсь что все норм потому что вроде ну как то без звука мне кажется странно смотреть так есть 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 окей осталось у нас парочку штук это у нас black вельвет и джек дэниелс и так black вельвет так сейчас минуточку сделаем вот так так black вельвет у нас это 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 black вельвет black вельвет так как у нас нарисовано и какая то вот эта вот штука герб какой то да нужно нам его найти в хорошем качестве во здесь он другой вот он да вот такой он а что это у нас black вельвет карамель да так ну давайте посмотрим что а у нас выбраны картинки потому что только большого размера видимо их таких нету потому что поэтому выбираем любого размера вот и тут у нас будет уже больше выбор например вот такое лого да чик-чик-чик-чик в принципе похоже вот что у нас ага 308 на 176 маловато маловато это еще меньше так ну наверно наверно вот эта картинка и будет лучшим вариантом да на на 375 на 228 на 400 ну давайте попробуем эту картиночку трассернуть так готово black вельвет трассировка изображение ну пускай высокого качества будет так что он нам покажешь в деталях так настройка детальность на максимум ха-ха-ха трешова конечно он да потому что много здесь оттенков растровое изображение режим 1 бит так подбираем когда она тут у нас появится ага не так да ну окей так а где у нас выпрямить выпрямить эффекты то повышение резкости а где повышение выпрямить изображение да а вот не то а вот прикольная штука да пропорции можно менять да ну надо будет попробовать как-нибудь потом так изменить а нам нужно нам нужно его яркость контрастность поднять как тут это что сделать то вот в восемнадцатом короле было нормально все на месте вот здесь была лаборатория по корректировке растровых изображений и все можно было повышение увеличить раздуть нет нет так давай пробуем преобразовать в растровое окей окей и все равно нету выпрямить эффекты контур коррекция пылинки царапинки какой то фотошоп уже появился плитка жидкая краска ух сколько здесь всего в новом то короле но нам то нужно не это объект вправка так вид макет и где теперь нам да короче не знаю я где то чтобы сделать давайте проще я запущу старый любимый фотошоп и мы все быстренько сделаем копируем картиночку в буфер фотошоп открылся и вставляем сюда теперь берем пипеточку и делаем просто замена цвета так где у нас тут вот rgb коррекция и а вот заменить цвет и все и мы наш цвет разброс вот таким вот образом делаем контрастненько все теперь это можно скопировать вставить обратно в корл и вот теперь преобразовать в а в растровое изображение окей режим 1 бит и вот теперь посмотрим как он у нас от трассирует возможно даже герб не наверное придется рисовать его вручную потому что все таки конечно но уже лучше то есть если где то для мелкой гравировки в принципе вот такой способ пойдет немножко лучше он трассернул ну конечно вот этот весь трэш сложно сложно будет ему трассернуть поэтому нажму ok так интересно было привет а нет это ровненько это у нас пикселизация ну что ж давайте попробуем с этого трассировать что же он нам скажет так окей в черный цвет разгруппируем и смотрим да наверное надо весь мусор поудалять или просто попробовать может объединить попробуем все вместе объединить о кракозябы получаются значит сделаем по другому сгруппируем и дадим малюсенький контур одну десяточку вот теперь разъединяем и объединяем вот теперь она объединилась ух не нравится мне вот эти вот рифлёности рифлёности так окей вернемся тогда сделаем немножко по другому давайте найдем логотипчик вот здесь он у нас четенький так копировать картинку вот здесь он почетче попробовать логотип мы выберем отсюда опять же давайте в режим попробуем в черно-белый и вот так вот опять же здесь бы неплохо бы контрастность подкорректировать так изображение кадрировать так ну и сейчас попробуем коррекцию сделать ему яркость контрастность вот как то так попробуем если здесь сделать режим градации серого выполнить так теперь мы это дело копируем и вставляем в кору вот тут пришел у нас уже другой файлик да давайте трассируем его преобразовать в ростер окей трассируем для него высокого качества уменьшить окей ну ладно уменьшай ну смотрите как он долго тоже думает потому что картинка конечно а ну я еще 300 dpi ему дал он ее преобразовал если мы нажмем отмену и давайте мы ее вот меня это же уже вот ну и опять корл задумался так окей поконтрастнее будет вот ушел корл сука не попрощавшись простите меня за мой французский ну вроде я там сохранялся и у нас сейчас только этот блэк вельвет да давай восстанавливай все восстанавливай здесь нас смотрим что у нас есть эдэлмур есть блэк вельвет да все окей есть все это можно вот это можно удалить а это можно вставить вот герб у нас есть из фотошопа раствор изображения огромного размера но в принципе не такого уж и огромного просто давайте сделаем 150 dpi чуть меньше будет весить окей окей а вот теперь трассируем изображение высокого качества ну вот чуть чуть пошустрее он заработал и в принципе результат работы опять же цвета давайте сделаем его в два цвета два цвета а вот этот цвет удалить а почему отличается этот от этот цвет фона цвет из всего изображения вот цвет из всего изображения все окей так трассер нули сдвигаем в сторону разгруппируем выделим все покрасим в черный цвет контур без контура отлично и объединим вырегут 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 даже не пришлось рисовать замечательно и так а здесь он какой-то сплюснутый да ха-ха ну давайте сплю с ним это это же не проблема вот так да отлично и осталось найти надпись black velvet да сохраняем файл алко стрим наш вот он не забываем это нам не нужно нет это нам уже не нужно нет алко стрим мы сохранили и дальше идем black velvet блога любого размера вот и ищем просто надпись black velvet а может быть такую делать так все таки размер больше чем больше чем 1024 нам нужен 2 500 на 2 500 красота опировать картинку сюда вставляем и сразу просто торсируем уменьшить я думаю он быстренько это все сделает окей разгруппировываем и смотрим удаляем лишний мусор серединке все выделяем ага вот ну ничего страшного так вот так объединение красота все блэк вельвет и логотип вот так вот так я так полагаю да если по центру то вот так а если не по центру или может правильно вот так по центру ну мы будем думать что так правильно окей окей группируем и в размер 135 по высоте так сколько у нас тут 1 2 3 на 6 да давай на 4 сделаем 4 вот и сюда сейчас приползет джек дэниелс так нужно сейчас нам найти файлик тут так вот наверное вот в этом файлике есть у меня вот такой вот логотипище джек дэниелс я его скопирую и вставлю файлик полностью пускай у вас будет и такой и такой вариант ну а гравироваться будет вот такой вариант высота 135 так ну и пожалуй вот эти точечки я думаю можно удалить удалить они мне не нравятся а что это чье это ой и тут тоже что то не то так вот так покрасим в черный цвет и без заливки вот теперь то все так это все одна кривая у нас да да не сгруппированная это есть одна кривая все дальше объединять ее не надо 135 все готово вот таких вот 20 замечательных алка логотипов я нарисовал ну что-то нарисовал что-то мне повезло скачать в векторе ну что ж какие выводы можно сегодня сделать вот в принципе можно искать тогда получается давайте еще раз с бренд лого епс чик и вот сайт сик лого но он с ограничением по моему три логотипа мы с него скачали бесплатно три логотипа скачали а можно качать еще есть ворлд вектор лога тут кое-что было но очень много векторов где 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 а вот очень старый сайт очень давно и на нем еще всякие логотипы бренд of the world здесь можно найти все что угодно спартак вот вводим спартак и находим логотипов целая куча вводим например белорус о и герб и даже бобруйск белшина батэ вот целая куча куча здесь можно найти логотипчиков всяких очень полезный сайтик советую запомнить добавить себе в коллекцию в избранное что мы тут еще дэниелс может быть джек дэниелс тут был где то все таки джек 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 давайте посмотрим о даже был джек даже был капитан джек воробей вот так вот к логотипу он конечно мало отношения имеет хотя уже можно сказать что бренд вот джека дэниелс джек дэниелс я почему-то тут не вижу ну по слову раша конечно будет очень много раша символ алкоголь да конечно в общем вот так вот нарисовали мы логотипчики частично нашли и файлик вы найдете в описании под видео сразу же после стрима если у кого какие то вопросы какие то свои и может быть потому что на сегодня будем наверное закругляться уже и так три часа три часа стримим но это конечно не предел так все сохраняем в принципе файлик сохранен все всем пока всем пока закругляемся на сегодня стримить ставьте лайки подписывайтесь совершайте всевозможные ритуалы файлик вы найдете в описании до новых встреч творите